Практическая психология И что она изучает? Почему вы большую часть своей жизни отдали именно этой науке? Для меня перинатальная психология интересна тем, что она соединяет семейную психологию и возрастную психологию, два моих самых любимых раздела психологии, которая показывает вообще, что происходит с человеком, как он меняется, на фоне каких условий происходит его развитие. И поскольку это такой самый начальный этап жизни человека, здесь очень многое возможно. Здесь закладывается, формируется личность, поэтому это такой таинственный какой-то, очень интересный период. Если говорить о границах, предметы изучения перинатальной психологии, то это отношения в дяди-мать-ребенок, начиная с момента закачатия, заканчивая примерно периодом трех лет, когда происходит отделение ребенка от мамы, такая сепарация психологическая. То есть как раз именно в этот период закладываются базовые составляющие? Да, я бы сказала, что здесь закладывается такая, ну, как мне кажется, канва, мировоззрение, 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 да? Мир безопасен или небезопасен? Ему можно доверять или нет, да? То есть вот что-то в контексте «я хороший», «мир хороший», да? Вот или наоборот. Хорошо. Ну и теперь более подробно, да? Можно, так как у нас программа называется «Практическая психология», можно какие-то примеры из практики, да? Не называя имена и фамилии, разумеется, но то, что можно озвучить, потому что у нас уже такой определенный есть свой слушатель, который, послушав программу, начинает каким-то образом применять, да, в своей жизни те или иные, ну, ту или иную информацию. И есть отклики о том, что «О, да, нам это помогает, вроде бы так просто, а так действенно». Итак, я так правильно понимаю, в перинатальной психологии очень серьёзно рассматриваются привязанности, да? Вообще, что такое привязанность, да, и её значение для будущего человека? Ну, привязанность можно рассматривать как устойчивую систему отношений. То есть если я привязан к кому-либо, это значит, что я, ну, не знаю, люблю этого человека, я ему доверяю, я выстраиваю с ним очень глубокие какие-то личностные отношения. И есть такая точка зрения, что эта привязанность формируется именно здесь, в этом периоде, да, связь между мамой и ребёнком, и затем особенности, паттерны этой связи переносятся на все отношения другие, да? На все сферы жизни, да? На супружество, на последующее своё собственное родительство, прародительство, да? Я так думаю, что даже в более широком контексте в отношениях, на работе, да? Вот. И так интересно, когда вот это слово начинаешь, например, использовать и рассказывать на курсах, как-то такое, какое-то интересное, такое амбивалентное отношение. Вот я привязан как будто верёвкой к чему-то. Да, да, да. Да, такое какое-то в негативном аспекте. Но на самом деле, то есть это значит, что я умею выстраивать эти отношения, раскрываться, доверять другому. И получается, что основой гармоничного развития человека, вообще я бы даже так сказала, глобальное его счастье в жизни является как раз безопасная привязанность. То есть это значит, что я доверяю, да, человек, с которым я в контакте, он надёжный человек, он готов откликаться на мои потребности, он хороший, я, соответственно, в контакте с ним хороший. И поэтому самые такие серьёзные, я бы сказала, далеко идущие последствия нарушения привязанности, это вот, например, допустим, аддиктивное поведение, да, зависимое поведение. В этом смысле проще быть привязанным и выстраивать отношения, нежели в качестве объекта привязанности выбрать неживой предмет, алкоголь, компьютерную игру. Или ещё что-нибудь, да. Вот моменты привязанности, они у нас формируются в процессе, вот когда вот только-только ребёнок родился, и вот эти самые первые минуты на протяжении до трёх летнего возраста, или ещё даже в тот момент, когда вы приняли решение, что вы хотите изучать ребёнка? Ну, мне кажется, что когда принимается решение о том, что вообще, да, всё, я хочу ребёнка, например, мы хотим ребёнка, даже правильнее сказать, принимается решение, может быть, создаётся здесь образ будущего ребёнка, закладывается. И здесь большая, скажем так, опасность стоится в том, что если этот образ чрезмерно конкретизирован, да, то есть... То есть вплоть до того, какого цвета глазки, а потом смотришь, а глазки-то другого цвета, да? Другого, да. В плане того, кто это по полу будет, да, то есть вот это вот даёт уже момент какого-то разочарования, непринятия, если будет по-другому. А в жизни мы знаем, что мы выстраиваем образ реальности, она всё равно какая-то другая была. Другая. Поэтому вот, например, на курсах перинатальной психологии, вот по опыту, то есть когда мама, например, описывая образ будущего ребёнка, говорит, ну вот чтобы он вот такой вот, он милый, он здоровенький, даже, кстати, здоровенький – это тоже момент условности, да, вот он вот такой вот весь мой родной и так далее, да, то есть создаёт какой-то обобщённый образ картинка, и потом легче в этой реальности его принять, да. Вот. И я замечала, что когда есть какие-то вот условия какие-то, вот, получается, если ребёнок не оправдывает этих ожиданий, то вот что-то... и готовность, да, принимать его таким, какой он есть. Юля, вот интересно, каждый входит в материнство и в отцовство с определёнными надеждами, да. Например, некоторые люди говорят, я родила второго ребёнка в надежде сохранить семью. Вообще вот эта установка на появление ребёнка в твоей семье, в вашей семье, да, она как-то сказывается тоже потом на взаимоотношениях между родителями и детьми? Да, кстати, здесь очень даже интересно, когда родители выбирают имя будущему ребёнку, вот там тоже очень много про ожидания, да. Ну, хотя бы вот так вот, если совсем кратко, да, например, выбирая имя ребёнка, то, которое было в роду, да, соответственно, мы выстраиваем, будь таким... Как мы, да, да, да. Сохрани какие-то важные вещи. Если мы выбираем противоположный полюс, да, вот никогда не было ни у кого, мы таким образом транслируем послание, например, там... Будь другим, да, будь непохожим на нас. И я думаю, что в любом случае эти ожидания есть. Важно просто осознавать, да, вот какие смыслы здесь привносятся в это. И мне кажется, здесь вот есть такая статистика, да, что примерно только 30% родителей, но особенно вот здесь даже и про маму, если говорить, рождают ребёнка только ради него самого. Ну, то есть я имею в виду, что ценность имеет сам ребёнок, а не какие-то вещи, связанные с ним, как... То есть 30%, да? ...избежать одиночества, да. Считается, что примерно 30, вот они, ну, в категории находятся матерей между безусловной ценностью ребёнка и условным принятием, ну и примерно 30-то вот как-то, да, то есть точно ожидают реализации каких-то других потребностей, уже не связанных там с материнством, родительством. Да, интересная, да, статистика. Хорошо. Вот немного говорили про привязанности, да, что у нас с вами, каким образом женщина, вот, например, она решила стать мамой, да, приняли решение они вместе с супругом, и вот часто бывает такое на консультации, муж говорит, да, она вообще вся растворилась в детях. Да, обо мне уже даже не помнит. Вот это хороший показатель, или же вот это, ну, мама же так привязана к детям, или же для нас это с вами такой маркер, что что-то идёт не так, как должно быть. Ну, вот мне очень нравится мысль о том, которую говорит как раз Галина Григорьевна Филиппова, основатель, да, психологии материнства в нашей стране, о том, что показателем готовности к материнству является готовность быть для другого, да, то есть зрелая личность, она уже может позаботиться о себе и на какой-то период времени может отодвинуть собственные потребности и быть для вот этого ребёнка, быть для него как раз той оптимальной развивающей средой. И получается, что если отношения между супругами зрелые, то и мужчина тоже готов, ну, на какой-то период времени позволить, да, в своей жене, скажем так, быть. Этот период уникален тем, что возникает как раз диада, диада мать и ребёнок, да, вот. И, кстати, именно отец даёт возможность потом ребёнку сепарироваться из этих отношений, да, то есть благодаря... Через отца именно мы это проживаем. Как раз, да, там настойчивость и какие-то в какой-то мере, ну, претензии. Единственное, что я вот здесь хочу сказать, что для, например, нашей культуры характерен симбиотический тип привязанности. Он связан с тем, что мама, находясь в отпуске по уходу за ребёнком, вот как раз начинает растворяться, сужается круг её социальных контактов, и, как правило, уход за ребёнком завязан именно на маме. Вот есть такая точка зрения, что, да, ребёнку нужно выстраивать безопасную надёжную привязанность, и хорошо, если это не мелькание людей вокруг, но, тем не менее, это чревато тем, что... А если мама ушла, куда-то вышла? Я знаю много случаев, когда, например, мама приходит с историями, что я не могу никуда выйти вообще, да. Даже до магазина в третьей, да. В другую комнату даже выйти не могу, да. То есть получается, что ребёнок, выстраивая вот эти отношения только с мамой, он тем самым, ну, не очень доверяет другим людям, которые находятся в его пространстве. Если в процесс воспитания вовлечён только, например, папа и мама, возникает опасность того, что они будут конкурировать друг с другом за то, кто будет хорошая мама, да. Вот как раз Филиппов говорит о том, что оптимальное количество три, да, например, ну, не знаю, бабушка или ещё кто-то, да, задействованный в уходе, но главное, чтобы здесь была иерархия. Например, если мама, то мама главная, и она удовлетворяет, да, потребности ребёнка. Если мама ушла, то тогда папа главный. Если папы и мамы нет, то тогда... Да, бабушка остаётся, да, или старший брат, что тоже немаловажно. Да, и вот, кстати, интересно, что в тех культурах, где, например, практикуется, например, расширенный тип семьи, да, вообще многие люди участвуют в процессе воспитания, фактически не встречается неврозов. То есть вот такая симбиотическая тревожная привязанность – это путь вот к невротическим расстройствам личности. В будущем, да, у ребёнка. Давай тогда немножко озвучим, каким образом мы можем диагностировать, что что-то идёт не так с точки зрения... Правильно, как слово подобрать? То есть с точки зрения развития привязанности, да, вот этой нормальной привязанности ребёнка и мамы там, да? Что есть норма, что есть для нас уже таким звоночком, да, что... Может быть, я тогда даже вначале скажу, а как нужно для того, чтобы она была безопасной, да? Ну вот, если говорить о маме, то для того, чтобы у ребёнка создавалось вот это там базовое отношение и доверие, да, то важно, чтобы мама соответствовала трем условиям. Ну вот так грубо говоря. Всего лишь трем. Всего лишь трем. Это будет уже подходящая мама для ребёнка с точки зрения его потребности. Это, кстати, самый распространённый вопрос, да? Да. Как мне быть хорошей мамой, да? Вот и так слушай внимательно. Мне очень нравится. Это как раз вот у Винни-Кота, да, маленькие дети, их матери. Значит, первое, эта мама должна быть чувствительной к потребностям ребёнка. Есть такой у нас тема сензитивный, да? Да, да. То есть получается, например, даже это очень интересно можно видеть, например, маленький ребёнок плачет, да, какие-то мамы говорят, зачем он плачет, я уже ничего не могу понять, да, он уже и покушал, он уже и сухой. Да, то есть получается, вот, например, в плаче мы можем множество там, до 20 оттенков разных, да, тут ему грустно, тут ему там ещё что-то, да? Голодно. А здесь он просто хочет на ручки. Да, то есть получается, что человек, ну, маму, да, которая сама понимает свои потребности и умеет их распознавать, она может делать то же самое у ребёнка и, соответственно, вовремя реагировать на его потребности, да? Вторая особенность, мало быть чувствительным, нужно откликаться, да, то есть откликаемость, да, я вижу, например, какой-то дискомфорт, и я готова уже приложить какие-то усилия, да, а не продолжать там, не знаю, разговаривать по телефону, заниматься кирицейским. Да, или смотреть и задавать себе вопросы, чего ему ещё надо, да? Да, 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 да. И третья характеристика – это умение контейнировать отрицательные эмоции ребёнка, то есть, да, во внешнем мире возникают какие-то, ну, не знаю, может быть, сложные жизненные ситуации для ребёнка, да, это умение перевести минус в плюс. Всё хорошо, да, да, сейчас, например, да, например, там, допустим, ты хочешь кушать, да, мы сейчас пойдём на кухню, покушаем, вымоём ручки, да, то есть получается, что это создание такого, может быть, какой-то некой упорядоченной, стабильной картины мира, где, если я знаю, что, например, мне плохо, да, то моя потребность будет удовлетворена. Ну да, потому что мы же знаем, да, особую психологию, да, маленького ребёнка, если он рыдает или плачет, то для него в это время мир разваливается на дому, да. И поэтому мама как раз вот должна быть той самой стабильной, надёжной, безопасной средой, да. в которой вот он растёт и развивается. То есть получается, что вот мне очень нравится эта мысль, что средой развития является мама. Если мы хотим, скажем, гармонизировать развитие ребёнка, нужно вкладывать в маму. Мама в ресурсы мамины, вот. Ну и если говорить уже о нарушениях привязанности, вот как мы можем их диагностировать? То есть ребёнок, у которого надёжная и безопасная привязанность, он, во-первых, себя во внешнем мире ведёт достаточно активно. То есть инициативность ребёнка – это показатель того, что он ощущает, ну, я хороший мир, хороший. Я могу действовать, я ничего не боюсь, да. И в этом смысле показательно то, как он выстраивает отношения с мамой. Да, когда она уходит, он, может быть, грустит, огорчается, да, но через какое-то время он забывает и начинает активно исследовать окружающие меры. Когда мама возвращается, он с радостью её встречает, да. Если он попадает в незнакомое пространство, да, он, например, ну, может быть, какое-то время там держится за маму, да, но потом начинает активно исследовать окружающий мир и, ну, приглашает, может быть, маму, да, с собой. Мам, давай поиграем, там ещё что-то. Значит, в случае нарушения привязанности, вот, например, тревожная привязанность, чем она тревожная, бивалентная, да, то есть там есть и любовь, и ненависть, да, в одном флаконе. То есть получается, на разлуку ребёнок не отпускает маму, да, и длительное время после её ухода, вот такое цепляющееся поведение, он пребывает в грусти, он фактически не контактирует с внешним миром, его ничего не интересует. То есть он как зациклен, да, вот на этой ситуации ухода мамы. И когда она возвращается, он тоже может, например, там, не знаю, подойти даже, там, стукнуть её, да, то есть получается, что всё это время, пока её не было, ему было не очень комфортно, и он таким образом, ну, вот как-то вымещает, да, что лезлось в какой-то мере. Ну и плюс, когда он попадает в новое пространство, он держится за мамину юбку. Такие юбошники, да? Да, 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 да. То есть вот. Ну вот ещё вот я просто совсем недавно уже читала статью, понравилось, что всё-таки чаще всего вот это бывает первенство. Знаете, когда у мамы нет опыта, и она не знает, в принципе, как, да? А вот уже вторые, третьи дети, они уже меньше страдают этими состояниями, потому что тут и братья, и сёстры есть, и там бабушки, дедушки, ещё какие-то люди приходящие-входящие. Да, здесь, да, и большее число людей вовлечено в процесс взаимодействия с ним, и мама уже более чувствительна к его нуждам и потребностям, она уже понимает, что с ним. Ну и плюс, поскольку для неё меньше, да, новизны в этом, она менее тревожная, и, соответственно, тревога – это же всегда напряжение, а если человек напряжён, он не очень хорошо контактирует с собой. То есть получается, когда вот эти детки, которые у нас, как говорится, под юбкой всё время растут, надо прежде всего маме сказать, мама, расслабься, и это вот состояние расслабленности, да? Да, доверие, да, всё хорошо, да. Вот, и вторая особенность, вот, скажем так, второй тип полярной привязанности, когда ребёнок выглядит очень самостоятельным. То есть, например, мама уходит куда-то, а ему, в общем-то, всё равно. Ушла и ушла, пришла и пришла. Такое ощущение как будто бы, да? То, что есть, что нет, для меня это не имеет значения. Да, и многих, например, родителей даже это вообще очень радует, и, например, некоторые смотрят, а вот, например, Петя такой самостоятельный, да? То есть за этой внешней самостоятельностью иногда кроется, ну, такой вот как бы внутренний конфликт, да? То есть когда-то он в неё очень нуждался, но её не было рядом, и он научился жить самостоятельно. Да, да, но при этом это чревато в последующем трудностями выстраивания отношений, да? То есть я уже как-то не очень доверяю. Это вот словами, там, терминологии, да, интровертированная шизоидная акцентуация, но вот тем не менее, это как две такие крайности полярности. Да, и вот, кстати, из таких же, да, деток потом вырастают интимофобы, да? Правильно я понимаю? То есть они не выстраивают практически... И есть вот как раз вот точка зрения, что именно для них будет больше свойственно вот это формирование зависимости разных. То есть я тогда буду в отношения вступать не с живым человеком, который меня может бросить, а ну с неживым, да, который более надёжен постоянно. Хорошо. Итак, мы с вами рассмотрели эти два варианта, да, рассмотрели норму, что есть и поняли, что в принципе это абсолютно реально, да? Да. Главное, опять-таки, всё, что должно было быть в голове у мамы. Да, и можно даже, вот я тоже скажу, что на самом деле активность ребёнка во внешнем мире, то, как он адаптируется уже к другим социальным институтам, это важный показатель того вообще, ну, надёжности и привязанности. Вот я просто даже по практике смотрю, что если она есть, такой ребёнок легко пойдёт в детский садик, он легко адаптируется к детскому коллективу, к воспитателю, он не будет болеть, да, то есть у него адаптационный период сокращён, он потом прекрасно пойдёт в школу, да, поэтому это очень важная вещь, которую нужно вкладывать, и поэтому то, что может помешать маме установить надёжную и безопасную привязанность, иногда это разрывы, разлуки, которые возникают иногда по каким-то форс-мажорным обстоятельствам, госпитализация там, да, какой-то отъезд по каким-то чрезвычайным обстоятельствам. Или ранний выход, например, на работу. Да, ранний выход на работу, да, да, и поэтому в этом смысле вот подумать в этих ситуациях, а как можно эту привязанность сохранить, например. Вот давайте прямо сейчас и проговорим, да, Юля, у меня просто есть тоже такой вопрос карьеры и материнства. И так вот, например, женщина, она родила ребёнка, и ей вот, да, предлагают, что мы тебе предлагаем хорошее место, выходи сейчас, а ребёнку полгода, да, ну, у меня вот такая, например, была ситуация. И я сижу и думаю, ну, я же хотела быть мамой, да, я уходила с мыслью о том, что вот я буду супер-мамой. И тут такое предложение, от которого очень сложно отказаться. Как быть в этой ситуации? Есть ли варианты, есть выходы? Я думаю, что да, здесь варианты, несомненно, есть. Во-первых, даже сама переоценка иногда ситуации, что, в принципе, вот этот период, который очень-очень важен для ребёнка, ну, не знаю, год, ну, полтора, ну, два, ну, три, и в контексте целостной жизни, это, на самом деле, очень маленький промежуток времени, когда можно вот как раз... Именно в этот момент мама особенно нужна ребёнку, да. Но, с другой стороны, если всё-таки такая ситуация возникает, подумать, кто будет включён в процесс воспитания, так, чтобы не было, да, про лебедь, рак и щуку, да. И если вводится новый человек, ну, например, няня, да, которая будет ухаживать за ребёнком, вот, с точки зрения вот ошибок, которые совершаются иногда, она слишком резко вводится в семейное, там, скажем, пространство, если, тем более, эти люди меняются, например, кстати... На протяжении какого-то времени, короткого, да? Да, как, например, в фильме «Мама», да, там няня стала более значимой, чем мама, потому что как раз мама, няня откликалась, там, ещё какие-то вещи, да. И тогда смена няни, ну, приводит... Была катастрофа практически для детей. Да, да, для детей, да. То есть получается, что важно постепенно вводить этого человека, да, например, вначале он просто присутствует, да, например, наблюдая... Никоим образом, да, не участвует пока, да? Да, наблюдая за тем, как мама осуществляет какие-то режимные моменты, да. Затем, например, может быть, совместно с мамой уже начиная, там, не знаю, кормить ребёнка, да, какие-то вот ещё, да, моменты осуществлять, играть с ним. Затем, например, мама дома, но в другой комнате занята своими делами, да. То есть чтобы для ребёнка было понимание, да, что... Да, что этому человеку доверяет, да, да, и он уже включается в этот такой динамический стереотип ребёнка, да. Затем, например, мама на какое-то время уходит, ребёнок остаётся с няней. Ну и затем уже вот считается, что для безопасности, для надёжности важна повторяемость каких-то событий. Например, мама работает в понедельник, в среду, в пятницу. Или, например, точно так же, там, во вторник, там, не знаю, четверг бабушка приходит и занимается. То есть цикличность, да, определённость? Да, она даёт возможность вообще прогнозировать как-то события, да, и даёт уверенность, там, не знаю, в завтрашнем дне, да. Это как вот некоторые утверждают, ни в коем случае не убегайте от ребёнка, да. Вы всегда ему говорите, я уйду, но я вернусь, да, или там, я пошла, но я вернусь. Да, да, да. Чтобы не было такое, что мама может в одночасье куда-то испариться, а потом так же легко, да, чтобы у него было. Да, кстати, в этом смысле даже, когда вот, например, ребёнок идёт в детский садик, некоторые воспитатели, да, говорят, да, убегайте побыстрее, да. То есть это не совсем верно, да. И важно, чтобы вот правильно простроенная адаптационная программа как раз предполагает, что мама какое-то время присутствует на режимных моментах в детском саду, да, сидит там на лавочке, да. И ребёнок, да, он видит реакцию мамы, он знает, что всё хорошо, это пространство безопасно. То есть он таким образом вместе с мамой это пространство осваивает, а затем остаётся один. Вот, кстати, про адаптацию в детском садике. Ну, мы понимаем, что, например, в частных детских садиках такое, например, возможно, да, то чаще всего после одного-двух пребываний, да, в муниципальном детском садике говорят, ну, всё, достаточно, у вас он уже готов к этому, да. Очень многие мамы по этому поводу расстраиваются. Вообще, какие-то у нас есть вот такие, например, на законодательном уровне прописаны ситуации, что мама имеет право там в течение недели, двух, трёх быть в детском садике или нет? Ну, вы не в курсе? Ну, вот я, честно говоря, сказать здесь не могу, но я точно знаю, что есть такая совершенно уникальная, прекрасная вещь, как группа адаптаций, которая, к сожалению, есть не во всех детских садах. Но это как раз форма уже адаптации к последующей, да, вот такой детсадовской жизни, где есть возможность как раз на небольшой промежуток времени, он ведь тоже не случайно выбран, то есть именно это то время, они примерно около трёх часов, да, когда ребёнок может без мамы находиться. То есть он сытый, он довольный, и вот в это время он готов взаимодействовать со своими сверстниками, да? Да, да, да. И я знаю, что ряд как раз частных детских садов тоже такие программы предлагают, там двух-трёхчасового пребывания ребёнка. И если есть такая возможность, то это значительно облегчит уже последующую адаптацию уже к полному дню. А если всё-таки это обыкновенный детский садик, то я думаю, что, несомненно, программа адаптации есть в этом детском саду, но иногда, ну, там, скажем, воспитатели форсируют события побыстрее, выгоняя, скажем, маму за пределы здесь. То, что надо быть просто понастойчивее самим, да? Да, да, например, на протяжении какого-то периода времени, да, он ходит только до сна, да, например, затем он остаётся спать и уже затем остаётся на более продолжительный период. Вот у меня, например, период адаптации у старшего ребёнка был намного сложнее, и когда я родила второго, я уже для себя, например, стратегию выработала. И мне очень понравилось, я прямо сейчас поделюсь, да, вот этим вариантом, когда мы просто за месяц до того, как начать ходить в детский садик, мы ходили гулять вместе с ребятками, да, и он в итоге уже познакомился с этой воспитательницей, он с этими ребятами познакомился, и он с такой радостью у меня шёл в группу, чтобы посмотреть, на какой кроватке он потом будет спать, где у него будет шкафчик, то есть вот это предвкушение, ожидание, и вот это оправдало. Сидеть своё. Так что можно искать эти самые варианты, да. Так, хорошо, интересная сегодня у нас программа. Кстати, очень интересно, вот я слышала об опыте московском, да, вот детских садиков, скажем так, продвинутых, у них как раз на этапе адаптации очень широко используется песочная терапия, которая есть вот прямо в группе, да, работа с водой, да, что даёт возможность снять напряжение, и, соответственно, контакт ребёнка тогда уже с воспитателем, с другими детьми, он будет совершенно на другом фоне эмоциональном проходить. Конечно. Да вообще столько, вот мне кажется, и у педагогов, и у психологов есть столько возможностей, другое дело, что надо этим пользоваться, да, и грамотные родители, в принципе, они постоянно задают вопросы этим же психологам в детских садах, да, воспитателям. А ну как там мой ребёнок? А ведь есть родители, которые, ну, в принципе, не интересуются, приходят, здравствуйте, и забирают на свидание, да. А я, кстати, здесь вот ещё хочу сказать, что иногда большое количество вопросов – это показатель тревожности и недоверия родителя. И вот по практике я точно вижу, что если родитель понимает, что детский садик – это безусловное благо для ребёнка, потому что такие условия социализации ребёнок не получит нигде, ни во дворовой компании, песочница. И поэтому очень, конечно, жаль, да, бывает детей, которых лишают родителей по каким-либо причинам, да, вот этого периода детского сада. Здесь столько мой ребёнок учится, что ему потом в жизни помогает, да, на любом периоде, на любом периоде. И вот в этом смысле, если у мамы в голове, там, установкой она, да, твёрдо в этом убеждена, что вообще садик – это хорошо, это отношение передаётся ребёнку, да, и он начинает видеть эти плюсы, тем более, если это проговаривается всем, как здорово, как вас вкусно кормят, какие у вас интересные занятия, какие игрушки. А как повезло вы спать, можете, да, днём. Мы взрослые уже не лишены такой возможности, да. Да, спасибо, Юля. Ну что, идём дальше, да. Итак, какое, вы уже проговорили, что оптимальное количество человек, задействованных, выходит за ребёнком – это три и более, да? Ну вот я бы так сказала, может быть, три-четыре, но, наверное, вряд ли более, да, только активно участвующих, потому что вот может здесь хаос некий возникнуть в голове у ребёнка, да, кто здесь главный, иерархия здесь точно должна присутствовать. Должна обязательно. Дети они… или иначе они свергнут всех и станут во главе, да, и вот тогда нам мало с вами не покажется. Хорошо. Итак, давайте тогда продолжим. Условия успешного развития ребёнка до трёх лет. Что нам с вами необходимо? Мама как среда, да, работаем через вот эту самую маму, да, через эту самую среду развития. Если мама в неврозе, то ребёнка мы 100% увидим в этом же состоянии, да. Следовательно, мама себя ресурсирует, наполняет, как это можно сделать. Если у тебя, если, например, она решила сидеть три года с ребёнком, у неё только этот ребёнок, муж, приходящий, уходящий по утрам и вечерам, да, четыре стены, как мы будем раздвигать эти стены, что вы рекомендуете? Ну, я вот хочу сказать, что точно можно в качестве, да, лозунга обозначить «Счастливая мама – счастливый ребёнок», это точно. И получается, вот, это радость, которую должна мама получать во взаимодействии с ребёнком, занимаясь, например, любимыми делами, ходя по каким-то там интересным, ну, да, радующим её местам, да. То есть получается, что единственное, что это не должно быть всегда, что, ну, например, да, там надели слинкой, пошли, да, то есть получается, что тогда немножечко акцент смещается не мама для ребёнка, а ребёнок для мамы. Ребёнок ходит по маминым делам, то есть когда есть возможность, вот, некий баланс соблюсти, вот здесь мы гуляем, и это для него, а здесь это я делаю для себя. И, кстати, очень многие молодые мамы, находящиеся как раз в уходе, они говорят вот об усталости, о дефиците времени для себя. На самом деле, вот маму любую можно сравнить с аккумулятором, да, если там с батарейкой, важно, чтобы она была заряжена достаточно, да, если она чувствует, что аккумулятор садится, да, то есть найти какие-то ресурсы в этой ситуации. Вот мне очень понравилось, например, одна мама рассказывает, да, многодетная, вот если я чувствую, что мои ресурсы падают, я знаю, что, например, там, я съедаю шоколадку. Да, если я смотрю какое-то время, медитирую, глядя в окно, меня хватит на полтора часа, да, то есть получается вот что-то, с одной стороны, в режиме скорой помощи, какие-то средства помощи себе, да, вот, которые вот тут буквально под рукой, а с другой стороны, вот многие мамы, например, ведя вот курс перинатальной психологии, говорят о потребности в одиночестве, то есть побыть собой, и в данном случае важно... Побыть собой, да, да, побыть собой, что-то сделать для себя, да, почитать, я не знаю, просто отдохнуть в тишине, и поэтому, мне кажется, важно эту потребность доносить до своих близких, да, и давать, ну, такую возможность, там, не знаю, в течение недели, или, да, это мамин день. Да, ну, прежде всего нужно разговаривать, потому что, вот смотри, будем честны, да, очень многие женщины думают, что вот я, ну, я же сама решила стать матерью, да, это теперь мой крест, и я несу его по жизни, да, и вот я говорю всегда, стоп, давайте, да, мы можем роль мамы отыгрывать по разными путями, да, но зачем жертвенность, к чему она, да, то есть вот эти моменты мы должны с вами озвучивать, и всячески смотрим по сторонам, да, кто из людей, которые нас окружают, может нам помочь. Мы знаем, есть семьи, например, у которых нет бабушек и дедушек в городе, там, в деревнях, да, они говорят, вот мы никому не можем отдать своих детей, неправда, всегда говорю, что если ты себе поставишь задачу, да, чтобы себя наполнить, да, вот хотя бы там на два часа просто погулять в парке для себя, то ты, значит, решишь её, а если ты этого искренне не хочешь, тогда ты можешь отмазок находить сколько угодно. Да, да, да. Ну, и, кстати, это такое, на самом деле, уникальное время, когда, особенно если мама не работает, да, то есть вот именно в режиме здесь и сейчас, вот быть на этой прогулке, да, быть на этой, да, не в тревоге, как там у меня ребёнок себя, сейчас он заплачет, да, а вот именно такое небо голубое, да, посмотри, листики там проклёвываются, да, вот мачеха цветёт, да, это даже, я говорю, иногда мы проговариваем, это не столь для ребёнка, сколь для себя, да, наполняя себя вот этими яркими красками. Ну что, милые женщины, всё в ваших руках, всё начинается именно с вас, потому что если вы счастливы, то и дети ваши будут счастливы тоже. Итак, продолжаем программу практической психологии. Сегодня со мной тему перинатальной психологии раскрывает Санникова Юлия, практикующий психолог, гештальтерапевт и кандидат психологических наук. Юля, вот очень для меня важная тема такая, роль папы в развитии и сепарации ребёнка. Ну, потому что мы сейчас в первой части говорили всё о маме, о маме, о её значении, да, такая глобальная такая, да, но папа-то ведь тут во всём тоже присутствует. Ну вот я хотела сказать, что папа демонстрирует даже, я бы сказала, другую модель любви, да, то есть он социализирует таким образом ребёнка, потому что его любовь более условный характер, то есть папа предъявляет требования, он более, менее чувствителен к состоянию ребёнка, и поэтому он может какие-то вещи, скажем так, пресекать, да, нежелательные даже. Ну вот с точки зрения проблемы, наверное, вот то, что я вижу в высказываниях, например, мамочек, ну я как-то ему не очень доверяю, он делает что-то не то, да, лучше я сама и так далее. То есть получается, что, да, конечно же, там другой человек, да, он, ну, другую модель всё равно какую-то, да, демонстрирует. И в этом смысле мне кажется, что если уж не совсем они в разную ду-ду-дует, да, то есть они понимают, что в итоге они хотят, какого человека они хотят воспитать, то путь к этому может быть разный, да, например, у мамы один, более эмоциональный, чувствительный, да, с подстройкой к эмоциональным потребностям ребёнка, а у папы с точки зрения, может быть, требований, да. Ограничений определённых. Да, и в этом смысле мне кажется, что папа скорее будет развивать волевые качества в ребёнке, да, организованность, самостоятельность, там, да. Если он сам таковым является, да. Да, ну, в любом случае, это будет некое дополнение к тому, что есть, и, ну, ребёнок вырастет, он встретится с разными людьми, да, и это в любом случае. Для него будет жизненный опыт, да. Да, да, да. Вот смотрите. И можно я ещё добавлю, вот в исследованиях, которые показывают о вкладе вот как раз отца, воспитание ребёнка, несомненно подчёркивается как раз развитие интеллекта. Вот, то есть если мама над эмоциональной стороной, личностной, да, он трудится, да, вот, ну и плюс это волевые качества, прежде всего, успешная социализация ребёнка в обществе. Ну и плюс надо помнить, что ребёнок уже в последующем будет выбирать свою вторую половину, ориентируясь на маму или папу, да, в любом случае. Поэтому папу ни в коем случае не отстраняем от процесса, да, воспитания детей, а наоборот, всячески привлекаем к этому. Это одно из важных, я считаю, да, условий, одно из важных условий, чтобы ребёнок развивался гармоничной личностью. Ну, вот ко мне тут недавно приходила Артём Скобёлкин, да, он ведёт вообще клуб отцовства, да, то есть он встречается с мужчинами, да, объясняют, рассказывают, общаются друг с другом. Ну, вот вы, видите, встречаетесь с женщинами, да. Ну, а про этот ещё проект мы обязательно расскажем. Ну, сейчас вот мне хотелось бы по поводу сепарации. То есть вообще папа, он всегда устанавливает определённые, ну, такие правила, правильно, да, по жизни? Вот я, например, знаю, что папа, я всегда восхищаюсь, когда папа говорит, так, вот его место в колыбельке, и нечего его занимать рядом с моей женой, да, когда ребёнок настойчиво предлагает себя рядышком лечь. Вот, ну, не только это, вот, например, тут совсем недавно слышала притчу о том, что именно отцы орлы, то есть папы орлы, выбрасывают из гнезда орлят, когда они долго засиживаются, не мамы это делают. Мама же, ну, материнское же сердце не может это позволить себе, да, а папа прилетает и расставляет все точки над «и». Так, тебе время пришло расправлять крылья, вот, пожалуйста, выбрасывай тебя из гнезда. И ему ничего не остаётся, как расправить эти самые крылья и совершить свой самый первый полёт, да. Вот именно эта же функция у нас есть и у папы. Почему очень часто бывают в подростковом периоде конфликты, именно, например, у подростков с отцами, да, и что делают подростки? Хлопают дверью и ходят из родительской семьи, да, ну, для того, чтобы, конечно, спустя какие-то годы потом вернуться, но это как раз функция сепарации. Правильно я понимаю, да? Да, 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 очень, на самом деле, да, здесь такой красивый пример. Хорошо. А я ещё здесь хотела сказать, что, на самом деле, здесь процесс двухсторонний, да, и папа помогает ребёнку, да, встать на ноги, стать взрослым, да, если мы имеем в виду, что взрослость – это ответственность, да, это не только права, но и ещё обязанности. Конечно. То есть получается, что мужчина в этом смысле воплощает как раз, если женщина, да, удовлетворение потребностей ребёнка, да, заботу о нём, то мужчина – это как раз требование, запреты, санкции. Санкции, да. В случае необходимости, как необходимый, ну, такой вот баланс, да, и в этом смысле система воспитания сбалансирована, и ребёнок в этом смысле даёт возможность пробудиться, да, лучшим, да, как бы качеством, да, чувством отцовским. Есть такая фраза, да, что ребёнок – это отец мужчины, да, то есть и раскрыться с какой-то новой грани, да, с позиции ответственного, зрелого уже мужчины. Ну, я думаю, что мы, женщины, сегодня убедили в том, что мужчина должен присутствовать, да, в воспитании, отец должен присутствовать в воспитании ребёнка и ни в коем случае его не ограждать. Прямо вот, прямо с самых первых минут, да, не бояться папе дать этого малыша подержать, когда он родился. Идти в роды можно в партнёрские, да, но если, например, это такое у нас приемлемо. Да, причём здесь интересно, что чем раньше состоится встреча папы и ребёнка, да, тем больше этих вот нежных чувств и привязанности. Есть такой феномен бундинг, да, это запечатление. Вот если у животных импринтинг, да, увидел, вылупился утёнок из яйца, увидел лису – это его мама, увидел швабру – это его мама. У ребёнка, конечно, здесь не так, но этот процесс двухсторонний, да, поскольку, когда мы видим это вот такое чудесное совершенно существо, да, вот, то запечатление это с двух сторон идёт. И мне очень нравится, как говорит Филиппова, вот ребёнок устроен так, вот запах его, вот эта кожица такая нежная, да, вот эти пропорции, да, тело и так далее. Природа потрудилась над тем, чтобы мама его под кустом не бросила, да, вот всё. Чтобы было жалко, да, такой прелесть оставить деда. Да, 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 поэтому мы так умиляемся, когда видим там щенков, котят и так далее, да, малышей видим. И в этом смысле, конечно, если папа вовлечён в этот процесс, да, это здорово. Но, с другой стороны, вот в отношении партнёрских родов я здесь, конечно, не могу однозначно сказать, потому что я знаю случаи, когда мужчина был настолько… Потрясён. Потрясён, увиденным, что у него там с далеко идущими последствиями развивались вещи, то есть эмоциональная устойчивость… Ну, то есть для него это просто была травма. Стресс, да. Ну, и с другой стороны, каким образом он в этом присутствует, что он здесь видит, видит ли он красоту вообще рождения, да, либо он видит свою жену вот именно и перестаёт её воспринимать как женщину, а видит её прежде всего как мать, да, своего ребёнка. Поэтому здесь выбор. Всё тонко и всё очень индивидуально, да, согласна. Ну, вот тут недавно тоже общалась с генетиками, они рассказывают о том, что практически все дети стараются, только-только они когда родились, да, не надо искать, говорит, себя, маме, потому что там дети все будут похожи на папу. И это тоже природа создала уже за тысячи и тысячи лет для того, чтобы когда ещё вот в первоначальном, в первобытном, да, когда мужчина смотрит так, его детёныш, не его, если с первых минут похож на него, значит, его, так что, ну, это, конечно, всё может быть на уровне просто таких жизненных притч, да, но, тем не менее, интересная позиция, правда? Давайте попробуем поговорить о специфике ситуации рождения, то есть, что мы под этим подразумеваем, да, и как это тоже сказывается на будущее ребёнка. Ну, здесь можно сказать, во-первых, о таких двух важных вещах, во-первых, даже на каком сроке он родился, и сейчас мы знаем, что медицина делает очень большие успехи в выхаживании недоношенных детей, да, там, с 500 грамм, да, и, например, в том числе наш перинатальный центр, но, тем не менее, сохраняется специфика развития этих детей, да, то есть им нужно вызреть уже вне этих условий, ну и плюс сама ситуация, конечно же, чревата наличием осложнений со стороны, да. Говорят, чем больше выхаживаем мы детей, тем больше у нас как раз коррекционных вот этих всевозможных. Да, да. Программы и работы для педагогов, психологов. Да, то есть получается, что этот ребёнок будет требовать особенных условий развития, особого включения мамы, да, то есть которая должна воссоздать, скажем так, вот этот период. Чтобы у него не было. Да, да, и плюс вот дать ему то, что необходимо с точки зрения, да, его особенностей. Ну и второй момент, у нас сейчас растёт число детей, рождённых путём кесарево сечения, да, вот, согласно, да, матрицам Станислава Грофа, они не переживают опыт борьбы и победы, да. Ну и это иногда видно, да. Да. С вами тоже встречаем в практике. Да. Давайте сейчас расскажем нашим слушателям, да, ребёнок, не прошедший вот эти черезродовые пути, какие он имеет потом качества впоследствии? Ну, вот, на самом деле, ситуация здесь далеко не так однозначная. Мне кажется, что только сама ситуация рождения не вот не формирует полностью жизненный сценарий человека, а важно то, как к этому относиться в последующем и какой опыт он получит далее. То есть, например, да, здесь он не пошёл. То есть мы можем что-то корректировать, да? Опыт борьбы, да, может быть, здесь не им было принято решение уже о рождении, да, то есть это могло инициироваться, да, медицинскими там манипуляциями по разным показаниям. Или желанием мамы. Очень многие мамы говорят, сделайте мне кесарево, пожалуйста. И тут мы начинаем объяснять, зачем этого не стоит делать, да? Да, вот. Но, по крайней мере, есть возможность сделать по-другому, да, дать ему этот опыт борьбы. И надо сказать, что дети, они сами себе психотерапевты, да, и в те традиционные детские игры, прятки, да, там, я не знаю, да, какие-то тоннельчики себе строят, да, чтобы через них проходить. Да, есть возможность, мне кажется, что этот опыт вот как-то компенсировать и дополучить. Да, поэтому не так всё фатально, но, тем не менее, риски определённые эта ситуация содержит, нужно о них помнить. Да, то есть вывод я делаю правильный, да, сейчас? Говорите, Гнатель. Да, и, кстати, я хочу сказать, что вот сейчас на базе перинатального центра реализуется группа психологической поддержки женщин, которые родили ребёнка путём кесарево сечения. И я вот хочу сказать, что по опыту ведения этой группы, да, вот мамы говорят о том, что присутствует некое чувство вины. Не я сама родила, а вот как-то это всё сделали за меня. Что я как будто, ну, не как истинная настоящая женщина себя повела, вот что-то как-то я не доделала, не сделала. Не испытала муки родов, да, своего рода. Да, не выполнила свою, скажем так, задачу. И в этом смысле сама ситуация встречи с ребёнком, она уже была несколько иной, да, под влиянием, там, наркоза, да. И вот то, что она могла получить уже в родах, да, ту дозу, там, окситоцина, да, которая бы вот сам этот контакт с ребёнком сделал бы несколько иным, вот этого не произошло. Но тем не менее, да, мне кажется, что такие акценты, в том числе, связаны с тем, как женщина сама воспринимает, да. То есть есть те, кто, ну да, ну вот, ну родил он так, ну и что, да. Главное, что ребёнок жив, здоров, есть у меня, я теперь мама. Да, я теперь мама. Но тем не менее, я правильно понимаю, что вот в этой группе, наверное, я оказываю терапевтическую помощь и женщинам, да, чтобы с чувством вины не жить всю оставшуюся жизнь, правда, да? Да, как-то пересмотреть под новым углом зрения эту ситуацию, да. Условно говоря, переписать, пережить, простить. Да, всё возможно в нашем мире, всё возможно. Хорошо. Давайте, Юля, сейчас, я очень хочу, чтобы вы рассказали о совместном проекте Кировского перинатального центра. Да, ну я хочу сказать, что был выигран грант, международный грант православных инициатив, и на данный момент времени в православном психолого-педагогическом центре всех скорбящих радость реализуется множество направлений работы с материнством и детством. То есть есть группы, в которых оказывают, получают помощь, например, беременные женщины, те женщины, которые не вынашивают беременность или с бесплодием, да, те женщины, которые находятся в трудной жизненной ситуации, например, после развода или в такой, сама семейная ситуация требует, да, какого-то там корректива, вмешательства мамы, которые... Одни воспитывают, да? И не одни воспитывают, а которые воспитывают малышей, как раз находятся вот на этапе до трёх лет, да. До трёх лет. То есть множество различных направлений, это и групповая работа, это и индивидуальная консультация, и в рамках этого проекта участвуют и психологи, и врачи, и педагоги, и священники, поэтому такой очень уникальный проект. И женщины, есть возможность, ну, бесплатно получить эту помощь, поэтому я думаю, что заинтересованы. Это нужно обратиться в Кировский перинатальный центр, да? Можно в перинатальный центр, да, можно найти группу ВКонтакте, вот как раз православный психолого-педагогический центр. Отлично. Информация группа выйдет. Замечательно. Итак, теперь у нас есть с вами возможность, если вдруг вы оказались в одной из вышеперечисленных ситуаций, то можете обратиться туда. Всегда помогут. А причём я хочу сказать, там занятия идут как с мамочками, да, мама как среда и условия развития ребёнка, так и совместно с детьми. Что тоже немаловажно, да? Хорошо. Давайте у нас есть ещё немного времени, да, немного о признаках психического развития в возрасте, хотя бы там, ну, давайте, наверное, от 0 до года, да, потому что это такой самый важный год, да, когда столько всего меняется. Да. Ну вот я хочу сказать, что здесь огромное количество того нового, что появляется, да, и большая часть вот этих итогов психического развития мы можем видеть в моторной сфере ребёнка, да, например, держит голову, да, переворачивается, да, держится на предплечьях, ползает, в последующем встаёт, вот, начинает ходить, да, то есть всё это показатели психического развития, неслучайно об этом спрашивают неврологи, педиатры, да, вот, кроме того, это развитие речи, да, мы знаем, что вначале у ребёнка появляется гуканье, гуленье, лепет, да, и потом уже первые слова, да, то есть примерно году ребёнок, ну, должен знать, да, около 10 слов, но это очень простые, облегчённые слова, да, биби, мама, папа и так далее, причём интересно, что это лепетная такая речь, она почти одинаковая у всех. У всех, вообще у всех национальностей, да? Да, 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 вот, ну и, конечно же... Что говорит о том, что все мы братья и сёстры. Да, все мы братья, да, вот, ну, если говорить, наверное, о самом главном вот таком новообразовании, которое характеризует то, что ребёнок перешёл уже от новорожденности и вступил уже в младенчество, это так называемый комплекс оживления, который, да, на границе, там, одного-двух месяцев возникает, когда ребёнок выделяет взрослого среди других объектов, да. Именно того, который за ним всё время ухаживает или рядом с ним находится. Да, причём интересно, что вот эта реакция изначально возникает на всех взрослых, так называемый комплекс оживления, когда ребёнок при виде взрослого, да, оживляется, издаёт звуки. Привлекает внимание. Ручки-ножки, да, привлекает внимание, улыбается, смотрит в лицо. То есть получается, что он таким образом показывает, что он вообще нуждается во взрослом, он готов устанавливать с ним отношения. Это тоже такой важный, хороший показатель того, что развитие идёт в нужном русле. Ну и, конечно же, к первому году, да, у нас... Мы вроде всё взращивали, взращивали первый год, и сразу же раз, и кризис, да, про кризис можем сказать одного года? Да, ну получается, что к году ребёнок накапливает множество возможностей, да, он уже ходит, ходячее детство возникает. Да, и слово «кризис» не надо пугаться, да, этого слова. Да, кризис – это, да, норма. И надо сказать, что он в этом, скажем, кризисе учится пользоваться возможностями. Особенность такова, что если раньше взрослый удовлетворял все потребности ребёнка, то сейчас появляются запреты, поскольку ребёнок может до многого дотянуться сам, взять сам. И получается, что здесь впервые взрослый становится между ребёнком и его желанием, таким образом давая ребёнку возможность обнаружить своё желание. И возникают такие как бы зависания на этом желании, да, такие гипоболические реакции, когда ребёнок требует, может быть, да, там, не знаю, валяется на полу, да, кричит. Но надо здесь сказать, что выход из любого детского кризиса связан с тем, что взрослые используют какие-то другие, более эффективные способы. Ну и каждый раз это всё-таки одна ступенька вверх, да. То есть через кризис мы развиваемся, и ребёнок прежде всего тоже. Да, спасибо большое. Сегодня была очень интересная программа. Сегодня мы обсуждали, что же такое перинатальная психология, и как эти знания в этой самой науке мы можем применять в своей жизни и разворачивать в лучшую сторону, да. Потому что этому нигде нас не учили. Ни в школах, ни в институтах, если вы, конечно, являетесь психологом, педагогом, да. Это наша с вами жизнь. И поэтому очень надеемся, что все эти вопросы, которые мы сегодня озвучили, вам придутся ко двору и были тоже интересны. Да. Ну и, наверное, можно сказать, что мы учимся быть родителем только в своей собственной семье, да, прежде всего. Да, в последующем мы, может быть, учимся на других примерах, где-то на своих ошибках, да. Поэтому вот мне хотелось закончить, наверное, фразой, да, если мы хотим воспитать джентльмена, это нужно, чтобы минимум в трёх поколениях были джентльмены, да. Ну, а если уж этого не произошло, ну, делаем то, что возможно. Да, спасибо большое. Итак, это была программа «Практическая психология». Я, практикующий семейный психолог Надежда Бушмель, вместе с Анниковой Юлей, практикующим психологом, гештальтерапевтом и кандидатом психологических наук, обсуждали сегодня тему перинатальной психологии. Будьте счастливы! Практическая психология Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.